всем приветики купила себе когда-то такой браслетик китаем это все распуговки уже было пупырка коробка инструкция коробочка в котором все лежало пакет в котором зарядно лежала и собственно вот что у нас данный момент интересует это ну вот эта зарядка такая да и сам браслетик ну как браслет мне он не понравился потому что я его брал а из-за его функции типа он умеет измерять давление но как оказалось не умеет он измерять давление это все все это ерунда потому что показывает он неправильно мне было даже такое что ну по идее ты его должен надеть на руку нажать кнопку подождать и он смерть давление а у меня было такое что я просто держа его в воздухе вот так вот как-то он даже как по моему как-то даже вот так дошел до функции измерения давления а именно эта функция вот он ее прогортали и она измерила просто вот я держал в воздухе она по идее должна остаться было на дверях она измеряла про такой за все было обычно она не измеряет но такое было это о чем говорит о том что свои данные она берет от балды потому что у как можно измерить давление получается верхнее это давление головы если не ошибаюсь а нижнее это давление сердца и соответственно воздуха нет ни головы не сердца она как-то измерила ну значит это все фейк и поэтому то ради чего я убрал она а вот и доказательство вот сейчас она не была на руке и измерила давление воздуха оказывается воздуха давление в голове 175 а на сердце с 98 о чем это говорит о том что это полный фейк во и даже еще и меняется ничего себе может у воздуха еще и ну по моему сердечный ритм она воздуха не измеряла никогда но давление она воздуха оказывается умеет измерять поэтому все это фейк полный фейк и поэтому мне о оказывается у воздуха еще и сердце бьется со скоростью 122 ударов в минуту ничего себе еще там что-то меняется ну понятно что это все ерунда фейк ничего она не измеряет она свои данные как говорится берет из воздуха и давление и пульс она вот сейчас взяла из воздуха то что ну реально ну вот она вот такой здесь штучка светится и типа эта штучка светит типа просвечит там типа вашу руку как-то и измеряет ваши данные но как мы видим она их берет реально из воздуха сейчас она ведь из воздух и берет он даже она ладно мой палец был бы направлен на мой палец но она не направлена палец она направлена на воздух на свои данные она берет из воздуха вот пульс взяла из воздуха взяла давление только что из воздуха но вот я на живом примере сейчас показал что она все это берет из воздуха поэтому то ради чего я выбрал измерять пульс и давление она себя не оправдала но данные берет ну из воздуха реально потом сам браслет то есть данные все это фейковые вот вот что здесь есть часы вот они часы но чисто ради часов ну документ часы есть что здесь действительно нормально показывает это часы дату часы и дату а это показывает то что включен bluetooth и его никак не выключить то есть когда мне не нужен браслет подключены к телефону на телефоне выключая bluetooth на браслете не могу выключить bluetooth он постоянно включен это во-первых разряжает батарея во-вторых кто-нибудь может подключиться к твоему браслету наверное когда то такое было потому что один раз он меня завис я пришел с улицы а он меня вообще никак не отвечал и вообще дико заглючил наверно я так думаю может кто-то попытался с какого-то приложения подключиться к моему браслету и браслет из-за того что приложение было какое-то левое просто взял завис и заглючил ну вот то есть вот мне сейчас не нужен bluetooth я его не могу выключить это как бы плохо потом дальше идет функция измерения шагов тоже тоже она так измеряет вот вчера я им давно не пользовался потому что мне он нравится вчера я его зарядил достал снял зарядки чуть-то там вертел в руках не помню что я смотрел потом перешел вот сюда то есть я сидел за компьютером даже не вставал ничего не не ходил сидел просто за компьютером до перевернул как бы вот эту вот штуку часто перешел в шаги и она показала мне шесть 7 шагов я сделал хотя я вчера даже не вставал за компьютера я просто то есть ты когда идешь как-то рукой шевелишь и она рассчитывает это за шаги типа вот ты идешь ну . дойдешь руками движетипа наверное так он считает шаги я как-то так наверно шевелил и она мне сейчас 7 шагов зачитал хотя сделал за компьютером то есть это тоже недостоверные данные эти шаги от шагов из измеряются километры и калории то есть если шаги заведомо фейковая то есть и там как-то ши си не шевельнул рукой она засчитала за за шаги вот как-то так вот и шевелишь там как-то вчера я не знаю шевел сейчас она не считает номер вчера а уже уже о шаги считает мы пошевелили она уже насчитала сколько шагов было 37 что ли до 1437 я уже не помню уже 51 это сколько мы шагов сделали 14 шагов да мы сделали получается они стоп 3 здесь до 14 шагов ничего себе пару шевельнул 14 шагов сделал ну блин это фейк все соответственно от шагов километры показывает и калории то есть это фейк сердце пульсик тоже только что видел из воздуха измерила соответственно уровень кислорода в крови и само давление она тоже фейковые то есть здесь работает только часы дата и все а все остальное вот это вот все это все фейк полный это получается у нас шаги это километры калории пульс уровень кислорода в крови давление а это еще держим 5 секунд переходим внутрь это поиск блин исчезла держим опять 5 секунд она открывается телефон то есть типа поиск телефона нажимаем один раз и когда телефон подключен по bluetooth он начинает выбрировать и песню петь еще раз нажимаем один раз перестает удерживаем 5 секунд и возвращаемся назад это у нас таймер заходим и запускаем таймер останавливаем продолжаем на не надо уже выходим ну то типа секундомер дальше у нас смски если нам пришло какие-то смс к мы наверно можем почитать может быть или что либо алена покажет количество что ли я не знаю это и никогда штука не пользовался это нажимаем держим 5 секунд выключается браслета это нажимаем держим 5 секунд возвращаемся на в предыдущем меню все то есть это реальная фуфло то есть здесь естественно что нужно это может быть часы это все естественно фейк секундомер может быть секундомером будет работать кому-то может быть понадобится телефон может кому-то она надо понадобится на сану чтобы он постоянно был часы постоянно были среди и ныне с телефоном по bluetooth постоянно а это будет разряжать но если по бультузу будешь постоянно подключен это будет и часы разряжать и телефон разряжать но когда придет смс к например на телефоне она за вибрирует там все какие-то функции есть по-моему если какие-то уведомления на телефоне приходит он тоже вибрирует то есть ты хотя у тебя по идее телефон будет если придет сам искать и тебя на телефоне зазвенит зачем тебе чтобы еще на руке вибрировала или все уведомления придет какой-то допустим из какой-то соцсети у тебя вытяжный телефоне по-любому запили кай зачем тебе чтобы еще и часы дополнительно вибрировали ну как по мне бесполезно это все то есть разве что если ты телефон куда-то положил и не знаешь где он лежит ты нажал и она и телефон завибрирует это да полезная функция потом секундомер пока ты здесь до него дойдешь во все эти минушки менюшки по 5 секунд по поддержишь уже 10 секунд в этом мешку зайти в предыдущую это уже 10 секунд короче проще на телефоне запустить эсэмэски ну тоже видеть количество но я не знаю этим не пользоваться не поп не знаю что точно но тоже это на телефоне так слышно и видно и что ради часов и поиска телефона брать этот браслет ну по-моему глупо но все остальное здесь не работает как бы все эти функции фейковые вот эта штука по идее должна измерять вот эти вот две штуки должны измерять когда заходим вот да она загорается причем она горит зеленым такая штука и причем когда она на руке вот что самое что интересное когда на руке и г когда надеваю на руку надевал на руку часто я уже не верю из доходил измерение давление внешне даже здесь по бы начинала бы побаливать именно когда она измеряла и мне казалось это всегда странным почему от измерение у меня же а мне аж больно становится явно что это какая-то нехорошая штука но я реально культ чувствуете это болезненные ощущения когда она там что-то измеряли в районе вот вот подчас под браслетом где-то вот в этом районе ощущал болезненные ощущения где-то вот ну в этом вот как то рай о районе мед себя не нравилось потом что мне еще не понравилось, я всего один раз браслетом задел. Получается, у меня был браслет на руке, я полез, да, у меня упало, что-то упало между вазонов, я полез и зацепил один раз за вазонным браслетом и у меня сразу здесь возникла куча царапин. Сейчас я попробую все это закрыть. Куча царапин возникла, то есть блин, оно включилось вот от этого. Так, где тут видны царапины, не видны, сейчас я попробую показать. Вот по краю видны или не видны куча царапин. Блин, сейчас я попробую вспышку включить. Так, ну вот я включил вспышку и здесь вот видны вон они царапины. И сразу вот эти все царапины возникли. Когда я задел браслет, ну не все, но нижняя часть, по-моему, точная. Я один раз задел браслет, то есть здесь очень слабая пластмасса. Я всего лишь один раз задел вазон этим браслетом и сразу там куча царапин возникла. И мне это не понравилось. Потом еще это я где-то царапнул. В общем, он очень быстро, когда ты задеваешь этой пластмасской какие-то поверхности, она очень быстро царапается. то есть приходит в негодность она очень быстро. Очень слабая пластмасса здесь. То есть царапается вот моментально. Получается, как-то оно так плохо видно, блин. Но царапины вон они. И они есть, как их так показать, чтобы вообще это видно было. Потом еще, что мне не понравилось, то, что они, во-первых, потеют. Я летом их носил так вот на руке и у меня экранчик запотевал. У меня этот экранчик был такой мутный. А в один какой-то момент у меня этот экранчик вообще внутри каплями покрылся. Даже экрана не было видно. Я уже даже подумал все, что туда, ну, типа, вода попала. И хотел даже вскрыть и снял вот этот ремешок. Вот здесь получается такой ремешок идет. И вот сам браслет этот вот. Я ковырял, хотел вскрыть, но у меня не получилось. Но в итоге как-то... А там есть дырочки где-то там были? Дырочки. Влага через эти дырочки выветрилась. Вот там где-то дырочки. Снизу, по-моему, здесь вот дырочки есть. Вон там вот. Здесь, ну, короче, по углам. И она через них... Ну, она долго лежала, несколько... По-моему, дня четыре. Пока все эти капли оттуда выветрилась. Потому что там много чего-то капель было. Может, когда я руки, мол, туда как-то попал или что. Но когда она уже даже выветрилась, я потом носил, экран становится мутный. Потому что, когда ты носишь на руке, а лето жарко, рука потеет. И браслет тоже потеет. И внутри собирается такая влага небольшая. Из-за этого и камутный. И не видно даже, что там происходит. Не видно, но как-то так уже не четко, а такое размывчатое. Ну, в общем, влага на экране. Потом мне не понравилось то, что я когда ехал... Даже когда была чуть похолоднее, я ехал в куртке. У меня была на руке куртка такая. И я еду такой. И вдруг раз слышу, вибрирует. Смотрю, а мне давление измеряет или пульс. А оказывается, что у меня просто рукава куртки. Они засаленные немножко. И они как-то нажимали. Ну, то есть ты едешь, ну, а ты же в пути трясется там автобус. И оно курткой нажимается, типа рукавом так тык-тык-тык. И здесь вот эти штуки переключаются от куртки. То есть, блин, мне это не понравилось. Я даже не знаю, сейчас вот оно будет переключаться или нет. Нет, так не переключается. Оно вот от куртки переключалось. От чего-нибудь такого, не знаю, будет переключаться, нет. Ну, куртка была засалена, и оно переключалось. И мне не понравилось то, что я ехал в пути, и от рукава куртки оно постоянно переключалось. То, что, ну, куртка, она засаленная уже была. И, видимо, там есть что-то такое, типа от кожи, типа. И оно реагировало. Вот это мне тоже не понравилось. Вот. То есть, ну, короче, блин, плохой браслет. Мне что-то вообще от него плохие впечатления. Так что не рекомендую. И еще есть приложение. Ну, приложение на телефоне, с которого я сейчас снимаю. Я хотел другой телефон найти, но там... Приложение, кстати, поддерживает только Android выше 4... Ты с версией 4.4, по-моему. То есть, если у вас 4... Версия Android 4.2, и вы купили этот браслет, то приложение от него у вас не заработает. Ему нужно 4.4. Хотя, по-моему, в описании это даже не указано. Хорошо, что у меня вот этот телефон, на котором 9-ый Android стоит. Вот. И сейчас я тогда попробую сделать запись экрана, и покажу, как работает... Ну, что вообще есть в приложении. Но приложение тоже такое себе. Сейчас покажу. Ну, а вот приложение для браслета. VRFIT называется. Его просто скачиваешь из PlayMarket, запускаешь. И оно пишет, что нужно привязать браслет. Нажимаем. И оно пишет, включите GPS. Хотя нам GPS и не нужен совсем. Но его надо включить, типа, для того, чтобы просто войти. Хотя мы и не собираемся, допустим, использовать GPS. Но оно обязательно требует, чтобы он был включен. То есть, и Bluetooth включен, и GPS включен. Но это для входа. После того, как мы нажмем «Привязать», можно зайти в настройки, не отвязывая. Здесь такая функция есть. Отвязать. Не отвязывая. Зайти в настройки и отключить GPS, чтобы экономить энергию. После этого оно соединится с браслетом. И оно вот показывает тебе, типа, твои данные. Пульс 122 удара в минуту и давление. Хотя это не мое давление. Оно все воздуха использовало. Воздух измеряло. Это его основное окно. Здесь показывает измерение, типа, шаги, которые оно уже намеряло. Ну вот. Было изначально, по-моему, 1437. Я ничего, никуда не ходил. Просто сидел, показывал браслет. И оно уже 1093 насчитало. Хотя я никуда не ходил. Просто на месте сидел, браслет там шевелил. И оно от шевеления насчитало 1093. Потом пульс и давление оно из воздуха измеряло. Уровень кислорода в крови мы не меряли. А усталость оно меряет, я так думаю, от шагов, скорее всего. Потому что бывает пульс и давление. И давление меряешь, оно все равно показывает усталость. Значит, от шагов оно ее меряет. А так как шаги фейковые, то и усталость тоже. Фейковое. Там здесь есть такая менюшка. Здесь в этой менюшке мы... Оно показывает нам батарею 100%. Личную информацию. Так, это может что-то... Личная информация. Пол мы выбираем. Сколько нам лет. Выбираем. Рост, вес, на какой руки носим. На левой или на правой. В чем мы будем измерять. Когда мы будем спать. Когда мы будем просыпаться. Результаты за неделю показывает. Какие-то советы. Ну, они каждый раз разные. Вот курение и потребление алкоголя повышает пульс. В состоянии покоя. А чай перед сном может привести к бессоннице. О, как. Чай перед сном, оказывается, нельзя пить. А я бывало пил. Ну, а еще здесь бывали другие советы. Там что-то такое. Типа, занимайтесь в неделю три раза. Хотя бы по 30 минут. Для того, чтобы там что-то в тонусе себя держать. Ну, короче, здесь разные советы периодически. Вот. Снять фото встряхиванием. Это оно. Прямо в этом приложении открывает камеру. И когда ты тряхнешь браслетом, он сделает фотку. Но это, мне кажется, глупо. Потому что, получается, у тебя должно быть запущено это приложение. На экране будет видно камера. То, что оно работает. Ну, блин. Чтобы так делать с фото. Ну, это так подразумевается, что, наверное, когда ты так аккуратненько телефон положишь. Или будешь его где-то так держать. Рукой тряхнешь, он сфоткает. Так проще и самую руку держать, и сфоткать, чем... Другое дело, чтобы ты нажал кнопку, включилась бы камера. Ты бы заблокировал телефон. И не видно было бы, что камера запущена. А так, если ты заблокируешь, что оно выключится, и уже не будет работать эта функция. Ну, в общем, не очень. Бег. Как раз-таки для бега и нужно GPS. Оно загрузит карту. Ты будешь бежать. Это надо, чтобы интернет был включен, GPS и Bluetooth. То есть максимальная разрядка будет идти телефона. Но ты будешь бежать, и будет показывать, типа, сколько ты километров пробежал. Управление устройствами, настройки соединения. Ну, это то, что мы подключились. Найти браслет нажимаешь, и оно, браслет начинает вибрировать, как бы. Оповещение. Вот это то, что как раз-таки еще из-за чего будет вибрировать браслет. Когда телефон звонит, типа, когда SMS. Ну, уведомляет звонка кто-то, типа, если пропущен. Или когда звонит. Ну, я не знаю, я этим не пользовался. Вот. В общем, будет деньги, может, какие-то добавить. Уведомление из каких-то соцсетей тоже можно повключать. Оно будет вибрировать. Назначить, когда тебе не беспокоить. Вот. А потом автоподсветка экрана при поднятии руки. Оно включено по умолчанию, я отключил. Потому что оно так работает, что бывает, вот, ты руку из положения от кармана, ну, от пояса поднимаешь к лицу, и оно не срабатывает. Зато когда ты едешь на велике, и слегка шеешь рукой, оно срабатывает. И только зря разряжает браслет, получается. Ну, короче, не очень. Обновление прошивки, и сколько раз я сюда не заходил, никогда оно не показывало, что есть обновление. Оно проверяет, но, типа, не находит. Так что, ну, такое себе. Ну, это персонал информации мы осмотрели. Цели. Это ты ставишь, сколько тебе надо, типа, шагов пройти в день. И оно, типа, показывает тебе, что ты, типа, достиг цели. Вот, потом, если браслет глючит, бывает, то я нажимал на... Ну, бывало только, что браслет начинает глючить, и тогда я нажимал «Возврат к заводским настройкам». Очистить все данные в приложении я не делал, а очистить все данные на браслете. Ну, то есть я... Когда у меня браслет глючил, я его как-то перезагружал, очищал, потом очищал все данные. Ну, то есть бывает, ты нажимаешь на браслет, тоже такое бывало. Нажимаешь, он не реагирует. Или реагирует через... Там, через несколько секунд. То есть что-то он в нем начинает глючить. И такое частенько бывало. Очистить все данные на браслете. Очищаешь, и потом возврат к заводским. И только тогда оно начинает работать. Ну, короче, блин, косяков столько с этим браслетом. Ну, приложение здесь просто показывает версию. А потом просто, когда браслет не нужен, отсоединить, все, оно включается, и все, приложение уже с ним не связано. Можно выключать Bluetooth, и все такое. Вот, такое приложение на телефоне. Так что вот, да, я еще этот забыл момент с приложением, с этим. То, что там можно... По умолчанию автовключение экрана включено, а я приложение отключал, чтобы оно не разряжало батарею. Потому что бывает, вот, ты идешь такой, оно у тебя так, рука висит, ну, как обычно сбоку, там, да, возле... Ну, возле бедра, вот возле кармана. И ты из этого состояния поднимаешь руку так вот к лицу, и оно не загорается. И тебе приходится еще раз пальцем дополнительно щелкать, чтобы увидеть. А бывает на велике просто едешь, у тебя рука так висит. Ты там как-то едешь, трясешься так вот, и оно периодически загорается. То есть, от какого-то трясения оно загорается, а от такого резкого порота, от пояса к лицу, оно не загорается. И это тоже как-то напрягает бывает. И в итоге, когда тебе надо, ты поднимаешь к лицу, оно не загорается, а когда не надо, оно загорается и тратит батарею, блин. Это тоже не очень. Ещё бывало, что ты нажимаешь, а оно не сразу среагировало, а ждёт, 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 потом среагировало. Хопа, нажал ещё раз, оно ждёт, 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 потом среагировало. А ты что думаешь? А тебе что надо срочно, допустим, да? Ты там хочешь что-то посмотреть, жмёшь, 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 оно не реагирует, не реагирует, а потом резко начинает переключаться. Тогда подключаешься по Bluetooth к этому браслету, нажимаешь очистить все данные на браслете, потом сброс к заводским, и тогда оно уже, более-менее, начинает нормально работать. То есть там что-то заглючит, и такая штука случается. Ну, блин, короче, косяков с этим браслетом. Фейковые данные здесь везде, столько всяких глюков. Ой, мне он так не понравился вообще, прям, не знаю, я бы не советовал такой браслет покупать. Короче, мне он максимально не нравится, я его уже даже не использую после всех этих, всего того, что я перечислил, мне им вообще не хочется пользоваться. Тем более, что польза он, ну, как по мне, единственное, что здесь есть нормальное, это часы. А всякие секундомеры и поиски телефона мне не нужны. Единственное, что это часы. И ради часов носить на себе этот браслет, у которого постоянно блютуз включен. То, что, ну, блин, блютуз тоже все-таки связь, и хоть она маломальски, но, наверное, мне кажется, как-то влияет на организм. И сходить постоянно с включенным блютузом, зачем, типа, ну, блин, ради часов, которые есть на телефоне, плюс у меня отдельные часы есть, в которых даже побольше функций, чем здесь будет. Чем в браслете. Так что, по-моему, ради часов не стоит их покупать вообще. Если бы здесь хотя бы они нормально работали, тогда да, так, блин, только зря, зря деньги выкинул. Ну, хотя бы посмотрел, что это за игрушка такая. Ну, вот теперь только куда одеть эту игрушку, кому ее отдать, играться. Не знаю. Вот. Как-то так. На этом все всем. Покеда. Стоп. Не покидывай. Еще один момент упустил. Зарядка. Как происходит зарядка? Вот у нас есть зарядная. Мы берем тремя этими контактиками, одеваем вот, вот, вот сюда. Оно вот у нас соединилось с тремя контактиками. И вот так вот она у нас стоит. Дальше. Ну, колпачка этого здесь нету, по умолчанию. Это я уже свой наделал, я их отдельно покупал. Дальше мы просто подключаем это все либо к компьютеру, либо к USB, ну, к USB-шнику. Дальше мы подключаем к заряднику, вот эту вот штуку. Присоединили. А дальше включаем в сеть. Вот наша сеть. И мы включаем вот это вот в сеть. Нашу, 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 нашу вот эту штуку. И что? Зарядка не идет почему-то. Хотя слышно, что блок работает, он аж свистит. А, может быть, что оно заряжено, так мне надо, что оно ж показывает, что полное. Вот оно ж показывает, что там оно полное. Ну, хорошо, а если выключить? Сейчас я попробую. Ну, вот выключение происходит вот так. Держим 5 секунд. Оно вырубается, а затем мы можем подключить это все к заряднику. То есть, берем так вот и вставляем. Так. Хотя... Мне почему-то оно от нее именно не хочет. Тогда... Хотя у меня есть от телефона. Это я отдельно покупал, а есть именно телефоновское. Там вроде бы работал. Или я ошибаюсь? Тогда сейчас попробуем к ПК присоединить. Вот. ПК-зарядка пошла. Так вот идет зарядка. Получается, вот мы присоединили к ПК. И вот идет зарядка. А ПК-зарядка точно идет. Но мне кажется, я присо... Или я не... Или я не браслет присоединил. Я просто не помню. Я что-то присоединял. Либо браслет, либо плеер. Через вот эти вот телефоны зарядки. Оно работало. А здесь, видите ли, оно не захотело. Ну, от Компа точно работает. Так, присоединяется. Идет зарядка. Вот. Сейчас можно проверить второй мой от телефона зарядник. И проверить, работает оно или нет. Если нет, значит я ошибся. Это значит я плеер присоединял. Просто уже не помню. Давно, ими так давно, я ими не пользовался, что я уже даже не помню. Сейчас глянем. Так, все, я нашел зарядник. Другой вот он от телефона от моего Xiaomi. А то я просто покупал отдельный черненький. И раньше, насколько я помню, я к этому белому присоединял. Я помню, у меня он был вроде выключен, а подсоединял, работал. А черненького почему-то не хочет. И вот мы присоединяем. Присоединяем. И вот, пожалуйста, пошло. А почему-то черненького не хочет. Не знаю почему. Наверное, черная зарядная такое само по себе не очень. А от телефона... Ну, оно оригинальное, как бы, поэтому работает. А то я покупал в каком-то магазине левом. И оно еще свистит. Этот... Ну, слышно, что такое? Ну, не сильно. Там прямо аж свистит сильно. Вот. Ну, работает, да. И от телефона зарядки. То есть, вот оно. И от телефона зарядки может работать. Вот она. От компа и телефон зарядки, если ком выключен. Вот. И... Можно таким образом заряжать. Ну, что мне не нравится, вот оно выключено, да. Чтобы его выключить, нужно 5 секунд держать. А чтобы включить, вот мы дотрагиваемся. Раз, два, три. За 3 секунды включается. Выключать нужно 5 минут, а включается за 3 секунды. Бывает, случайно как-то так прижмешь. Оно выключено. Ты случайно прижмешь, и он раз, включается. Такой, ну, блин, тоже как-то не очень. Ну, так что мы даже с вами и зарядку рассмотрели. То есть, максимально. Со всех сторон рассмотрели браслет. И... Теперь вы о нем узнаете все. Максимально все, что можно было только узнать. Вот теперь точно все. На этом все. Всем пока-два.